добрый день дорогие друзья мы рады видеть всех кто присоединяется прямому эфиру и передаем большой привет всем тем кто будет смотреть эфир в записи с каждым днем все дальше от нас уходят военные годы уходят ветераны великой отечественной войны и война представляется нам чем-то далеким давней истории но пока мы помним пока мы рассказываем своим детям память о великой отечественной войне живет наших сердцах она живет наших рассказах она живет в фильмах она живет в музыке и сегодня мы пройдем по дорогам памяти мы пройдем по дорогам победы с прекрасным дуэтом павлом андриенко и наталья среда центр развития отечественной песни одну минуточку мы сейчас подсоединяем все нормально здравствуйте здравствуйте наталья спасибо нашли время сегодня с нами провести вот такой вот онлайн концепт если вы не против то я представлю вас для наших зрителей а павел андриенко автор исполнитель песен призер эстрадных бардовских военно-патриотических музыкальных фестивалей и конкурсов с 1988 года лауреат фестиваля дмитриевская суббота фестиваль армейской песни за веру за отчизну за любовь финалист краснодарского краевого телевизионного конкурса песни победы в 2015 году конкурса песен на тюмени в 1995 году лауреат музыкально-поэтического конкурса ода тюмени в 2007 году аплодисменты наталья середа лауреат всероссийских и международных конкурсов исполнители народной песни с отличием окончила российскую академию музыки имени гнесиных москве преподаватель по народному вокалу тюменской детской школы искусств гармония тоже ваши аплодисменты я передаю слово павлу и наталье и здесь остаюсь слушателем вашего прекрасного дуэта спасибо мы конечно хотим поблагодарить библиотеку имени менделеева за то что пригласили нас участвовать в таком замечательном мероприятии тем более мероприятие посвящено великой победе событию которое чтит и помнит помнит вся наша страна каждый житель россии в этот день к этому празднику старается сделать что-то хорошее доброе и вот мы с павлом тоже постарались и решили что самое лучшее что мы можем сделать это спеть песни посвященные великой отечественной войне великой победе мы сегодня споем для вас как популярные песни так и песни авторские павел будет исполнять песни музыку которую он написал сам ну а я спою такие больше популярные конечно если вы знаете уважаемые зрители ходите вместе с нами нам будет очень приятно знать что вы на другом улице на другой стороне телефона поддерживайте нас это будет очень приятно любая большая просьба к вам вот у нас телефон очень далеко находится и некоторые комментарии или какие-то просьбы зрители мы просто но не силах прочитать я буду читать буду модератором до нашего онлайн-концерта и я конечно думаю что многие будут подбивать у меня у самой будут мурашки от той музыки которую вы исполняете пусть мы сейчас не оффлайн допустят не такой концерт как мы привыкли но остаться в стороне от празднования победы до приближаешься мы конечно никак не можем поэтому сохраним этот прямой эфир оставим его в нашей памяти и тогда у нас будет возможность встретиться мы обязательно обязательно еще раз попробуем сделать вот такой праздник действительно для себя и для души поэтому я передаю вам слово слово вашей музыки и наше выступление мы начнем с песни Булата Акуджавы песня 10 десантного батальона здесь птицы не поют деревья не растут и только мы к плечу плечом врастаем в землю тут горит и кружится планета на нашей родине на ютубе и значит нам нужна одна победа одна на всех мы за ценой не постоим одна на всех мы за ценой не постоим нас ждет огонь смертельный и все без силен сомнения проч уходит в ночь отдельный десятый наш десантный батальон десятый наш десантный батальон и лишь только бой указ звучит другой приказ и почтальон сойдет суммарно заскивает у нас взлетает красная надежда бьет буревет неутомим и значит нам нужна победа она на всех мы за ценой не постоим одна на всех мы за ценой не постоим нас ждет нас ждет огонь смертельный и все без силен сомнения прочь уходит в ночь отдельный десятый наш десантный батальон десятый наш десантный батальон от пусты орла война залила до сталых уроженских ворот такие братья дела когда нибудь мы с вами этот урок и повериться сами отлично нужна одна победа одна всех мы за ценой не постоим одна всех мы за ценой не постоим нас ждет огонь смертельный и все без силен сомнения прочь уходит в ночь отдельный десятый наш десантный батальон десятый десантный батальон нас ждет огонь смертельный и все без силен сомнения прочь ходит в ночь отдельный десятый наш десантный батальон десятый наш десантный батальон аплодисмент аплодисменты аплодисменты для вас надеюсь что на той стороне экрана тоже вам аплодируют мурашки от мурашки от мурашки от этой песни спасибо и она очень конечно очень знакома это действительно великая песня потому что Булата Куджава сам как поэт и как автор исполнитель он прошел войну и наверное кто интересуется его творчеством знает это что с юных лет он постиг ну вот скажем так такую участь не самую приятную да которую даже врагу не пожелаешь вот и конечно когда поешь стихи такого поэта который прошел через это ощутил эту боль страх все вот эти вот состояния когда человек на войне то исполняя даже такую песню кроме как ощущение вот этих всех событий ну как бы ну прочувствуется до такой глубины души что конечно по другому спокойно это спеть невозможно скажем так я согласна да для меня всегда было удивлением как можно без ну не то чтобы без чувств но как можно исполнять такие песни да как можно читать стихи о войне у меня дрожит голос поэтому конечно я преклоняюсь перед теми людьми кто может эмоционально да спеть но при этом не расплакаться самому ну это очень тяжело и вот следующую песню которую мы будем исполнять после вот такой яркой песни тоже песня очень душевная очень трогательная и честно признаюсь спеть ее с первого раза у меня конечно не получается да вот когда на репетициях потому что слезы душат и понимаешь вот всю ту боль которая заложена вот в этом произведении мы исполним сейчас песню на стихи Игоря Шефирана музыка Марка Минкула если б не было войны и хотим посвятить эту песню всем женщинам о я даже коварю мне даже уже слезы потому что тем женщинам которые скажем так не дождались и всю жизнь хранили память о своих пьях которые погибли какие-то горячих тонн что нужно представить музыка 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 Да разве мы пошли друг без друга, мой милый, если б не было войны, ой, милый, если б не было войны. Наверное, досуга стала старой, а только в этом нет твоей вины, какой бы мы праздливой были, мой милый, если б не было войны, ой, милый, если б не было войны. А все же ты протягиваешь руки, зовешь из невозвратной стороны, уже ходили в школу наши внуки, ой, милый, если б не было войны, ой, милый, если б не было войны. Никто калитым с рукам не тревожит, и глохну я от этой тишины. Ты б старше был, а я была молодой, мой милый, если б не было войны, ой, милый, если б не было войны. Еще раз ночью вышла на озвучку, а только тебе вернусь мы. Да разве мы прожили так без друга, мой милый, если б не было войны, ой, милый, если б не было войны. Вот такая грустная песня с большой болью, с большой трагедией. А сейчас я передаю слово Павлу. А я исполню песню, которую сочинил наш тюменец, земляк, афганец, вот десантник Сергей Важенин, называется она «Солдат-милицер». Он был их сводный командир, солдат совсем молоденький, но все при нем к лицу мундир, а год с просветом тоненьким, а труду с малым двадцать лет. Ну да, неубитый, он в своем цвету видел свет, но смерть горячий был убитым. Подзводит он солдат, слушай, успел увидеть разное, он жизнь свою уже прожил, и жизнь была непраздная. Солдат, соли к дому заполстан, в ушел над изолюбленного, в честь, так он душа в лесах. Как весь грандок родил, солдаты взводный командир, не младили, не младили, не младили. Один юниер, с трудной, с сыной, да бородка, один кричал в пустах в люстях, да ты годишься в нем с темы, и успокойно кричал. Солдат, пусть ссора долгой не могла, судьба дорога гнутая, ведь в порту воина была, над его свет окутала. И позабыть же во всем, за наши, все за домики, влетел к мечу слепой солдат и лейтенант молоденький. Он был отбой, а сам не свой, азартель и обычайной, он не умел, коварно и улекла лица. Старик закрыть его успел, прошитый пулей совы сел, в полы траву, что ветром раздула лица. А тут пропел, упал снег, погиб старик, снук олег, покинул этот мир, и слуха в молчании. А лейтенант все стеклят за ним, шыков срыву и все порыл, но здесь солдаты сохранил. Утопала печаль. Мои аплодисменты для вас. Нам пишут, что браво, очень душевно, что вы большие-большие молодцы. Война, она пришла неожиданно, никто ее не ждал, и она коснулась абсолютно всех. И никто от этого не застрахован, но это на самом деле страшно. У людей были свои мечты, свои желания, свои стремления. И в один миг все это перечеркнулось, и их жизнь стала другой. И, конечно же, в песнях это всегда отражается. И для меня всегда было удивлением, что на войне были и веселые песни, и радостные песни. Но они, конечно, были нужны. Но в такое тяжелое время писать — это очень сложно человеку, особенно творческому. Да, Люба, вы совершенно правы. Вот я, то есть мы с Павлом занимаемся развитием отечественной песни. Что я хотела сказать, что сейчас мы с ним передоим небольшой материал. Ну, вы увидите все на наших страничках в социальных сетях. Пересмотрели очень много материала о наших авторных исполнителях, о исполнителях и о актерах, композиторах, которые прошли войну. Слава Богу, сейчас интернет позволяет это сделать. И вот смотрела интервью Булата Куджабу, и у него спросили, «Насколько вы написали на войне стихов?» Он ответил очень сухо, бездержанно. Он сказал, что «Я не писал на войне стихов, потому что там такое состояние страха, что там невозможно просто что-то написать». То есть, может быть, оно и хочется, но вот это состояние страха, оно блокирует вообще всё в человеке. И вот и актеры, и все, они говорят, что там не думаешь о каком-то творчестве, о вдохновении, его там просто нет. Там просто пытаешься выжить. Выжить, выжить любой ценой. Потому что самое главное — это вернуться домой живым. И большинство из них, когда уже война закончилась, если посмотреть, да, вот это популярные теории Кюринику, там у нас Ирина Зелёная, Буговкина, Басов. То есть это такая плеяда... А, Иннокентий Смоктуновский, Зиновий Герд. Это такая плеяда артистов. Их можно ещё... Их много, на самом деле. Просто вот самых ярких перечислила, что смотришь, как они играют, или что-то исполняют, и им веришь. Потому что вот это всё вдохновение, накопленное, видимо, за годы войны, и всё вот это, что они в себе пронесли все четыре года, оно потом вылилось в такое прекрасное творчество, которое мы сейчас наблюдаем и наблюдаем. Ну... Ты даже поверить не можешь, что... Да. Самое главное, что... Вот смотришь интервью с Булатой Куджавой, если бы он этого всего не рассказывал, даже и не понять, что человек прошёл такие страшные испытания, потому что они все, вот все, и Булата Куджава, и вот я смотрела Эдуарда Осадова, и Константина Симонова, вот все поэты, их много ещё, да, и Левитанский, они все, как сказать, очень жизнелюбивые люди были. И в глазах их была такая искра, то есть война не смогла их погасить, а особенно погасить их вдохновение внутри. Да, на войне было страшно, да, они прошли через это, но когда это всё закончилось, они миру подарили огромное количество прекрасных произведений. Да, и режиссёр Чухрай тоже, если вы посмотрите фильм «Баллада о Сандате», это же такой трогательный фильм, такая трогательная картина, которая до глубины души есть. Наверное, даже дело и в том, что когда ты сам находишься в эпицентре событий, когда ты сам чувствуешь это вот, да, своей прямокожей, то ты можешь написать такое, да, что тронет всех остальных. Но и сейчас тоже очень многие писатели поэты не пишут о войне, они пишут стихи о войне, прекрасные стихи, и это очень радует, что эта тема, она неиссякаемая, да, неиссякаемая тема для вдохновения, потому что это важно, важно помнить нам, важно передавать это нашим детям. И именно фильмы, музыка, да, они помогают нам окунуться, да, вот в то настроение. Бывает вот один аккорд, и у тебя мурашки, ты понимаешь, что вот война наступила, и это, конечно, сила музыки, сила искусства. Да. Ну и сейчас мы споём одну из очень интересных песен. Написана она была в 1954 году, ну, по данным, которые мы нашли, музыку написал Михаил Табачников, сама Борис Ласкин. Исполняла эту песню, когда-то и забыла её. Песня называется «Русский паренёк». Она как раз о том, что наш русский парень, да, русский солдат, он даже в годы войны, но он всегда оставляет в душе и в сердце надежду, надежду на любовь, на завершение войны и надежду на то, что он вернётся живым домой. И наши русские солдаты, они, конечно, стояли до последнего. И вот эта вот вера, надежда и любовь, которая в сердце была у каждого, она их в чём-то и спасала. И даже много фильмов посвящено именно тому, что как солдат проходит этот сложный путь, но он обязательно находит свою любовь какую-то. Вот мы нашли такую замечательную песню, называется «Русский паренёк». Сейчас мы вам её исполним. Сейчас, секундочку, у нас тут техническая заминка небольшая. Песня «Русский паренёк» Песня «Русский паренёк» Песня «Русский паренёк» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 За этот месяц вся страна смогла посмотреть и концерты Большого театра, и выставки в музеях, ну и посетить много других разных интересных сайтов и онлайн-фигов. Ну да, получается, что когда что-то происходит, только вместе, сообща, очень дружно, мы можем преодолевать эти сложности. И это правильно, не закрываться, а выходить, общаться, поддерживать общение. И я еще раз повторю, для нас большая радость, что вы согласились, да, согласились вот на такой онлайн-концерт. Хотя это, конечно, непривычно для самих же артистов. Хотелось бы пожелать, чтобы, несмотря что это очень удобно, было меньше таких онлайн-эфиров, а люди общались вживую, приходили друг к другу в гости, на концерты и общались. Да, мы вот очень любим, когда к нам на концерты приходят наши зрители. Когда мы будем приходить на ваши концерты, мы очень рады, что мы в библиотеке сотрудничаем с вами. Так должно быть, это, в общем-то, правильно и хорошо делиться своим творчеством, посвящать творчество другим людям. Ведь есть исполнители, которые этим живут, а есть слушатели, которые этим наслаждаются. Это замечательно. Мы очень рады, что вот, даже я вот вижу, кто-то написал «Браво». Это так здорово. Я вот вижу слово «Браво», и у меня сразу настроение не понимается. Ну что, ладно. У вас еще есть одна песня, которую в 15-м году были с нашим знаменитым автором из семьи, Геннадия Мудахни-Мумен, с которым мы когда-то несколько лет работали в музыкальной артеке. Мы эти музыкальные артеки производятся в суперавторской песне «Свердый молод». Они ездили по другим городам, на Грушинском фестивале, выступали несколько раз на гитаре. И эта песня посвящена была дате победы в Великой Отечественной войне. Называется она «Пора 45-го года». Сейчас прозвучит. Музыку написал Павел, а стихи – Геннадий Бухтин. Так, извините, одну минутку. Так, а у меня ассистент пожаловал. То есть нам не начинать без вас или начинать? Да. Все же дома. У меня ассистент бежит ко мне, ломится и от него говорит, что начинайте. Прошу прощения. Мы тоже захотел послушать. Да, у меня так на стороне. Начинать? Да. Так просто в это не уходят. Но как-то с течением дней мы все себе упомянули, чтобы только не думать. Но помнят, в городе Львовске им это забыть недавно. И в доме тяжелые слюзы опять нам стучатся в окне. И в городе Львовске им это забыть недавно. И в городе Львовске им это забыть. Субтитры создавал DimaTorzok И в городе Львовске им это забыть. И в городе Львовске им это забыть. И в городе Львовске им это забыть. Субтитры создавал DimaTorzok Чтоб она вновь не повторилась, Мы победили в той войне. Чтоб она вновь не повторилась, Мы победили в той войне. Она с 45-го года Оплачил высокой стыдой, И плакал даже в нём, Что смеется с любой погодой. Чтоб она вновь не повторилась, Мы победили в той войне. Чтоб она вновь не повторилась, Мы победили в той войне. Чтоб она вновь не повторилась, Мы победили в той войне. Чтоб она вновь не повторилась, Мы победили в той войне. Чтоб она вновь не повторилась, Мы победили в той войне. Чтоб она вновь не повторилась, Мы победили в той войне. Чтоб она вновь не повторилась, Мы победили в той войне. Мы внесли все из-за войны, И сладкая сура свободна, А нашим шагам пронесли, Позор и святой разоруде, Спасел на территорию на войне, Было все мирные руки, Но помним всегда о войне, Мы узкие мирные руки, Но помним всегда о войне, Мы победили, что мы в войне, Желанием всего, которое мы победили в той войне, И для нас в смерть, Жизнь и гроза, Мы победили в той войне, Что в любом разы села собрались, Что на войне не понравилось, Мы победили в той войне, Что на войне не понравилось, Мы победили в той войне. Браво! Павел пишет, что прекрасная песня, До мурашек, супер-супер-супер! Спасибо большое! Замечательно! Слушайте, скоро будет звучать на раннего, С канула, 9 мая, При этом сегодня, Пусть и приедутся, Надеемся, что мы еще поделаем. Ну и, конечно же, фильм, который подготовила Наташа, Мы будем представлять себя на страничках, Восьмого числа наших актеров и главных поэтов. Это не то, что будет фильм, А просто я нашла очень интересное интервью Всех, кто прошел войну, Те, которые связаны с творчеством, с культурой, с искусством. И мне бы хотелось, чтобы мы взяли самые интересные моменты, Где именно они рассказывают о войне, Или о моменте, Рассказы о том, как они встретились, Ну, как вот она отразилась на их жизни. Вот. И немножко скомпоновали, Слава Богу, сейчас есть такая возможность, И получился такой очень хороший, Как небольшой фильм-интервью. Ну, из разных. Будем выставлять, Что мы хотим просто, чтобы все люди, Что специально кто-то там смотреть, Что какое-то интервью, Это же время нужно, Все мы это прекрасно понимаем. А здесь просто все будет собрано В одном большом фильме, Чтобы люди просто послушали. И я еще что хотела сказать, Что глядя на этих артистов, Поэтов, актеров. Профессию, которую они несли потом в своей жизни, Профессия для людей, Что снимали фильмы, играли роли. И не скажешь, Что к их профессиям Можно как-то неуважительно относиться. Потому что профессия артиста в то время, Да, в то время послевоенная, Она была очень значима. Потому что нужно было поднять дух людей, Пополнить их сердца радостью, любовью. И также и поэты, Если вы читаете стихи, Такие глубокие, В них везде есть любовь. Везде. Даже если это стихотворение про войну. И хотелось бы, Чтобы вот это отношение к артистам, Оно вернулось и сейчас. К сожалению, сейчас артист, Это немножко другое, В понимаемой людей. Нам вот хочется, Чтобы люди послушали и вспомнили, Что ведь артист, Это очень важно. Потому что артист, Он даёт настроение, Какое-то дарит, Как сказать, Может быть, Даже что-то подсказывает. Вот да, Вот песню, например, Поёшь, И что-то в ней для себя открываешь. Какой-то ответ на вопрос своей души. Особенно вот, Если песня про людей, То прям послушаешь, И сразу понимаешь, Ага, вот, 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 Я почувствовала, Я нашла, Вот это чувство состоит. Ну, действительно, Действительно, Творчество, Люди искусства, Они всегда были рядом с нами. В любые, В тяжёлые, В трудные, Весёлые времена. И они, Как мы уже говорили, Выступали, Поддерживали солдат. И ведь один аккорд, Да, Одна мелодия, Она просто могла Поднять в бой. Ведь музыка, Гармония, Она всегда была рядом с солдатом. То есть, И мы это сейчас понимаем. И именно через фильмы, Через музыку, Да, Мы сейчас можем Помнить о войне, Да, Смотря фильм, Мы можем погрузиться, Да, В те военные годы. Не дай Бог нам застать войну. Это очень страшно. Ведь за каждым сражением, За каждой битвой, За каждой победой, Стоит человек, Стоит жизнь человека. Это же непомерные вообще цифры Для всего мира, Сколько людей коснулась война, Сколько людей погибли на войне, Сколько людей жили на войне. Это врачи, Это повара, Это дети, Это люди, Которые работали в тылу, Это солдаты. Никто не был в стороне, Ни в тылу, Ни в эпицентре событий. Каждый как-то допомогал. Что дает силы человеку? Человеку дают силы вера, Надежды, Любовь. Песня дает силы человеку. Ведь после тяжелого трудового дня Или сражения отдохнувшие Садились, Рассказывали, Читали стихи, Пели, Чтобы поддержать друг друга. Творчество, Оно поддерживало людей на войне, И сейчас творчество Помогает нам Не забыть Подвиг людей, Которые Лишились всего, Потому что пришла война. И Благодарить их, Помнить об этом Мы должны не переставая, Потому что благодаря Благодаря их жизни, Благодаря их вере, Отваге, Мы можем сейчас с вами жить, Любить, Растить детей, Мы можем сейчас с вами проводить Прямой эфир. И Надо просто об этом помнить, И об этом не забывать. Сейчас, конечно, Многие пытаются перевирать что-то, Да, Но Все-таки больше тех людей, Которые понимают Сутьяготу войны. В каждой семье есть Человек, Прошедший войну, Предположим, Да, Или Вот у меня, например, Родственники, Они не воевали напрямую, Но они были в тылу. Да, Моя бабушка в один стиль Была почтальонкой, Скала письма, Она видела и радость, Да, Возвращение, Она видела и Горечь получения похоронок, А потом она поднимала страну, Она 16 лет Там освоила трактор И была на земле. И ведь это касается Каждой семьи. Война перевернула Жизнь каждого, Даже если нам кажется, Что это было Когда-то тогда, Давно, И не касается. На самом деле касается Каждого, Касается души Каждого человека. То, что вы Вспоминаете эти песни, То, что вы Смотрите интервью, Вдохновляетесь, И хотите поделиться Этим с другими людьми, Это тоже очень Большая деятельность, Это большая заслуга, Это большой труд. И вы большие молодцы. Вам спасибо. Скажите, А сколько у нас еще времени? У нас еще порядка Десяти минут есть. Поэтому, Если у вас есть еще желание, То мы с удовольствием Послушаем еще. Желание, конечно, Есть ведь песни. Вот Павел куда-то Дел мой текст. Он у меня вот здесь лежит. Мы его при этом узрали. Мы хотим еще спеть Одну, Пока Павел идет. Я хочу про текст, Потому что я волнуюсь Он, в моем эфире, Немножко другой состоянии Неужели на концерте, На сцене. Неужели на страховке Неужели на страховке Неужели на страховке Неужели на страховке Вот, например, Песня, Русская молодая песня Валенки, Она прозвучала В исполнении Лидии Андреевны Руслановой Когда солдаты Захватили Рейстаг, Вы знаете, Да, Все мне нравится, Что когда Уже Было понятно, Что конец войны Рейстаг Захватил русским солдатом Мы даже не захвачили Я глухое слово Как сказать, Скажи, Взять, Взять Русских солдатам Захватил ты Какое-то такое слово Взять русских солдатам Возле Рейстага Была организована Такая площадка Где артисты Давали концерт Концерт Шел несколько дней То есть Там Пели песни И вот Песня Русская народная песня Валенки Которую все знают Любят Она Развучала Именно там В исполнении В виде Андреевны Руслановой И эту песню Потом пели все Солдаты И Много других Интересных Песен тоже В частности Песня Андрюша И Вы все Прекрасно Знаете Что есть Такая Замечательная Песня В земля Которая Тоже Была Очень Популярна Среди Солдат И Эта Песня Даже Перепевалась Солдаты Придумывали Свои Стихи На эту Милодию Чтобы Как-то Оказаться Соучастным В создании Этой Песни И Также Песня Темная Ночь Все Прекрасно Знаете Это Очень Популярные Песни Именно Тех Лет Военных Когда Именно Нужно Было Помочь Людям Душевно Сохранить В них Радость Война Не совсем Сделала Чувствиями Сердца Ну Как показывает Наша Жизнь Все Хорошо Жизнь Продолжается Спасибо Нашим Освободителям Русскому Солдату Советскому Солдату Спасибо Большое За эту победу За эту Великую победу За эту жизнь Которая мы Сегодня проживаем И пускай у нас Сегодня Карантин Или Как сказал Правильно Коронавирус Но Нас он Не стрижит Не пугает Потому что Мы знаем Что это все Оно закончится И все будет хорошо Мы верим В лучшее Вот И сейчас Поем Вам еще Замечательную Песню Называется Если вы Знаете Пойте Вместе С нами Замечательная Не пугает Замечательная 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 Вместе Сами Родных Желаем Влюбимых Таким Горочи Пулеменщик Нас сели Пулаточек Чтоб Велом Лечом Коронит Горочи Пулеменщик Нас сели Пулаточек Чтоб Велом Лечом Коронит Аплодисменты для вас. Спасибо. Браво, браво, молодцы. Да, тогда-то в юности, я с ним перечислил, он стал еще один ветеран, он выступал тогда, видите, даже в 80-х, он активно занимался рейтингом песни. Да, уже, это, наверное, по году 16-м, может, чуть пораньше, мне удалось побывать на Грушевском фестивале в очередной раз. И я смотрю, ребята стоят в билетах, в камуфлярованных картинках, я к ним подхожу, вот, Груша, я с Тюмени, они откуда-то с другого города, и просто я вижу парней в камуфляже. Я подхожу, говорю, ребята, вы не знаете, вот есть такой автор, пел когда-то в 80-х годах, Сергей Кузнецов, и они так вот стоят на меня смотрят, и он на меня смотрит, и говорит, так это ж я, представляете, вообще-то. И мы так с ним познакомились, через столько лет, а мне очень нравились по песне. Ну вот одна, я потом диск подарил, и одна из песен, я говорю, поправите сейчас, постараюсь, а все время есть еще. Спасибо. 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 Потому что на самом деле песен очень много, мы вот сегодня готовились, готовились, пока мы эту связь наладили, так у нас немного у них нет сработано, Мы злоумевались, что сейчас не выгодно, что проводим связь, но слава Богу, что все получилось. Может, я стою? Может, я стою? Я понимаю, что я хочу. Есть еще три стены, послевоенных лет. Автор ее Александрович не целый, знакомишься после поля, когда он был в Комико, в Сочи, на фестивале, наверное, за честный год. И мы сзади с ним второе место, на которую он очень помню, и пел тоже письмо, написанное для Агент-Поксинга, однако он исполнял свою письмо, и вот эта письмо называется «Я жил на площади Победы». Я жил на площади Победы, в домике под номером Си. И вот ближе прибегал обедусь, а мама не сердилась совсем. Я помню долгие войны ушки, Иногда накрикну без сон. Помню, как чистила свои ушки, До зубов слабо ушают. Причала мама из окна сыграл на ужин, Какой-то мужик у нас война. И я не понимал тогда, как маме нужно, И я не понимал тогда, как маме нужно. Забавно теперь мне больше всего нужно. И встались дни мои странички, Я на тупую плазишь в бух. Причала мама из окна сыграл на ужин, Какой-то мужик у нас война. И я не понимал тогда, как маме нужно, И я не понимал тогда, как маме нужно. Забавно теперь мне больше всего нужно. Однажды, выпорхнув из детства, Мы не воротим всех уже. А детство рядом у нас засид, Но не на нашем этаже. Мы так не судяшно просмели, И вот мы шли те времена, Где-то там, где ему бы грустники. Причала мама из окна сыграл на ужин, Какой-то мужик вся жизнь пройдет. Причала мама из окна сыграл на ужин, Какой-то мужик у нас война. И я никогда не понимал, как маме нужно, И я никогда не понимал, как маме нужно. Забавно теперь мне больше всего нужно. Очень хорошая песня. Она стала прекрасным завершением нашего прямого эфира, потому что мы понимаем, что прошла война, жизнь продолжается. Мы любим, мы верим, мы строим свое будущее, растим своих детей, и это прекрасно. Спасибо вам огромное за то, что вы уделили время, чтобы пообщаться с нашими подписчиками и частичку своего творчества, своей души им подарить. Вам спасибо большое, Люба, за приглашение. Мы были очень рады сегодня купить для телезрителей. Мы благодарим и приглашаем всех на наши концерты, где мы исполняем советскую, народную и авторские песни. Дорогие друзья, до встречи в следующих прямых эфирах. Благодарим Наталью и Павла за то, что они были сейчас с нами. С наступающим Днем Победы! Действительно, с праздником, дорогие друзья! С Днем Победы! Продолжение следует...